В эфире информационная программа День города в студии Ирины Ковалёва. Здравствуйте! О самых важных и ярких событиях, прошедших выходных этого понедельника, вам готовы рассказать мои коллеги, журналисты телекомпании «Город». Вот некоторые темы выпуска. Приглашенные звезды, любимые фестивали, презентации проектов. Рязань отпраздновала свой 920-й день рождения. Представлен бренд нашего города. Что думает по этому поводу общественность? Зарегистрированы еще три кандидата в губернаторы. Теперь в списке пять фамилий. Конечно же, самым ярким событием прошедших выходных стало празднование Дня города. Началось оно уже в пятницу вечером. Горожанам на выбор было предоставлено несколько площадок, на которых можно было отдохнуть, поучаствовать в различных мероприятиях и, конечно же, послушать хорошую музыку. Поздравить рязанцев приехал известный коллектив «Хор Турецкого». Музыканты выступили на площади Победы. Но перед началом концерта рязанским журналистам удалось пообщаться с основателем коллектива Михаилом Турецким. Мне нравится, как собирается народ сейчас на этой площади. Люди хотят праздника, люди хотят оптимизма, хотят прекрасной музыки, хотят услышать свои любимые песни, любимые песни нескольких поколений. И петь, конечно, вместе с нами. Это и есть формат. Народная караоке номер один в стране. И сегодня мы на этой площади сделаем настоящий праздник. Всего несколько минут на общение с журналистами и Михаил Турецкий вместе со своим коллективом отправляется на сцену поздравить рязанцев и начать свой концерт в формате народного караоке. С 2015 года этот проект был реализован более чем в 35 городах России, а также в Белоруссии и Казахстане. Теперь в нем поучаствовали рязанцы и, по всей видимости, остались довольны. Вместе с хором Турецкого любимые песни на площади Победы поют сотни, а может быть и тысячи рязанцев. Давайте узнаем, нравится ли им концерт. Скажите, пожалуйста, как вам концерт, какие эмоции? Вообще, для нашего города это очень необычный формат, потому что два года назад был такой праздник и сейчас почти такой же праздник. То есть, мне кажется, для молодежи, для подрастающей это все хорошо сделано. Очень, очень нравится. Все песни нравятся. Готова подпеть, но голоса нет. Впечатления очень хорошие. Очень хорошо, что сегодня, наконец, хорошая погода, что много людей пришло на площадь. Я думаю, в такой день такие исполнители только украшают наш праздник и наш город. Поете вместе с ними? Конечно. Действительно, пели все, вне зависимости от возраста. Для тех, кто не знал слов, на большом экране транслировались тексты песен. Но большинство исполняемых композиций – это действительно народная музыка, хорошо знакомая каждому. Есть такое понятие – любимые песни нескольких поколений. Что это такое? Это тщательно отселекционированная музыка, которая в народном сознании существует как добрая, радостная, патриотическая, настоящая, любимая песня своей страны. На площади Победы звучали народные песни, в том числе посвященные военно-морскому флоту, а также хиты Владимира Высоцкого, «Ласкового мая» и даже легенды рока Виктора Цоя. Не обошлось на концерте и без музыкальных сюрпризов. Сейчас мы с вами слышим песню, которую когда-то Фрейди Меркурий спел вместе с Монсеррат Кабалье. Конечно, ей рязанцы подпеть не смогут, но зато смогут насладиться чудесными голосами. Ну а закончился концерт композиции, которую вместе с хором турецкого спел глава региона Николай Любимов. Россия наш компас, наш компас земной, а удачная награда соспелась, а песни довольно одной. Ну а примерно в то же самое время на улице Почтовой рязанцы наслаждались традиционным и любимым многими музыкальным фестивалем «Под Белка». Чем на этот раз удивили горожан и гостей города уличные музыканты, знает Роман Творецков. Каждый год в нашем городе проходит музыкальный фестиваль «Под Белкой». Год от года он собирает все больше людей. 28 июля на трех сценах выступили более 40 рязанских групп и исполнителей. В жаркий пятничный вечер фестиваль поразил зрителей разнообразием жанров. Каждый мог найти что-то на свой вкус. Для любителей тяжелого рока на одной из сцен выступала группа «Рулада». Помимо музыкальной составляющей фестиваля, для его гостей были организованы молодежные поэтические площадки, а со сцены открытого микрофона звучали авторская песня, проза и стихи. Рязанцы остались в восторге от увиденного. Я в восторге. Мне каждый год очень нравится посещать «Под Белку». В этом году не исключение. Мне очень нравится здесь находиться. Так, в принципе, вроде устроено все хорошо, устроено и музыка есть с всех планов, то есть с всех видов. Очень здорово, весело. Я первый раз попала и не жалею. Организована на высшем уровне. Музыкальный фестиваль «Под Белки» посетил в Рио губернатор Рязанской области Николай Любимов и мэр города Олег Булеков. Несмотря на жаркую погоду, фестиваль удался на славу и собрал не только горожан, но и гостей города. В субботу празднование Дня города продолжилось. В этот день тысячи горожан посетили праздник Рязань-столица ВДВ, который прошел на стадионе ЦСКА. Их ждали традиционные показательные выступления воинов-десантников и патриотические песни. Подробности в следующем сюжете. Мечтали, чтобы выжить и чтоб женские глаза стреляли сердце вместо пулеметов. Никто, кроме нас! Прыгать с парашютом, вести действия в тылу врага или ликвидировать террористов – для воинов-десантников нет задач, с которыми бы они не справились. 29 июля элитные войска показали горожанам свои навыки на празднике Рязань-столица ВДВ. Открыло торжественное мероприятие традиционные эстафеты курсантов военного воздушно-десантного училища. За считанные секунды молодые люди преодолевали 200 метров, перенося при этом раненых, боеприпасы или складывая парашют. Эстафета состояла из восьми этапов, а напряжение не ослабевало до самого финиша. Ведь пальма первенства постоянно переходила от одной команды к другой. Самым сильным оружием является не техника и не оружие. Самое сильное – это русская душа, в том числе и десантная душа, которая способна выполнить все за свою родину. Примерить и потрогать, ощутив себя по ту сторону баррикад. Ведослужащие привезли на праздник БТРД, БТР-82 и новейшие БМД-4М, а также парашютные системы. Все желающие могли не просто сфотографироваться на фоне боевой техники, но и посидеть за рулем машин. Интерактивная выставка сразу покорила сердца взрослых и детей. На вооружении которой всего-навсего автоматы, пулеметы, за некоторым исключением гранатометы, самым грозным оружием самоходной установки АСУ-57 и СУ-85. Сегодня воздушно-десантные войска укомплектованы самым современным вооружением. Однако самой зрелищной частью программы стала демонстрация работы личного состава отряда спецназа «Росич». За доли секунды бойцы реагируют на изменения обстановки и готовы к любым неожиданностям. На празднике они показали, как охранять вип-персон и отбивать вооруженное нападение. Выстрел с гранатомета, противник поражен. Освобождение заложников каждый из нас не раз видел в кино. Однако на практике операция занимает не десятки минут, а проходит мгновенно. Сложенные точные действия отряда спецназа не дают противнику шанса оказать сопротивление. Все происходит слишком быстро. Эффектно, красиво. Ну и для меня, конечно, наглядные оперативные действия сотрудников. Теперь спокойнее стало жить? Ну, как бы мы всегда были уверены в наших силовых структурах. Ну и когда все это смотришь и понимаешь, что действительно ведется большая работа, люди занимаются. Есть ответственные люди, которые за это ответственны. И, наверное, да, действительно спокойнее где-то в душе. И за наше подрастающее поколение. В прошлом году были. А дети живут в другом городе. Вот приехали к нам в гости. Нет, вообще здорово. Можно посмотреть вообще, что ребята умеют, чему их учат, какие ситуации у них бывают. Ведь просто в жизни такого не посмотришь в мирное время. Слава Богу. Страшно? Ну, немного, да. Дух захватывает. Мощь и одновременно спокойствие. Глядя на воинов-десантников в действии, понимаешь, что каждый рязанец может чувствовать себя в безопасности. На дне города рязанцам презентовали новые туристические маршруты. В субботу три экскурсии посетить можно было абсолютно бесплатно. Это автобусный тур «Рязань историческая», пеший маршрут «Форпост земли русской» и «История одной улицы». О том, чем удивили экскурсоводы рязанцев и гостей города, расскажет Галина Ершова. Где жил первый российский Нобелевский лауреат? Как выглядит самая грандиозная постройка 17 века? Кто воплощает в себе главные черты рязанского характера? Думаете, что знаете о Рязани все? Проверить это можно было на фестивале туристических маршрутов, который в этом году прошел уже второй раз. В данный момент идет работа над Рязанью музыкальной, Рязанью поэтической. Благо, что город у нас большой, город у нас совершенно замечательный и город у нас очень многогранный. Поэтому информацию нужно просто собрать, обработать и начать людям предлагать. В этом году фестиваль приурочен к 80-летию Рязанской области. Андрей приехал из Нижнего Новгорода специально на день рождения города, чтобы лучше познакомиться с его историей. Я давно мечтал побывать в вашем городе. Дело в том, что лет 15 назад я был и вчера, когда приехал, убедился, что как растет у вас город, хорошеет. Естественно, я посетил исторические места, которые запомнились с прошлого своего посещения. И приятно удивлен, что попал именно на эту экскурсию. Горожане и гости города смогли бесплатно посетить три экскурсии. Все желающие прогатились на автобусе по центральным улицам в рамках экскурсии «Рязань историческая». В маршрут вошли шесть главных достопримечательных мест города. Это памятник Евпатию Калаврату, Олегу Рязанскому, Сергею Есенину, а также Дом музея Академику Павлову, Музей ВДВ и Рязанский Кремль. Вторая увлекательная экскурсия получила название «Форпост земли русской». Ее посетители узнали о героической обороне города в различные эпохи. По-моему, незаслуженно, не то чтобы забыто, а не уделяется этому имени должного внимания, это воеводок Абар Симский, который здесь, на Рязанской земле, на Глебовской башне Кремля, смог артиллерийским огнем рассеять толпы Мехмедгирея, его армию. То есть так, получается, спас и Рязань в 1521 году, и даже честь московского великого князя. Тогда, хитростью захватив Москву, крымский хан пошел разорять окрестные земли. Однако в Рязани его стотысячное войско встретили без страха. С Глебовской башни защитники города дали залп картечью из артиллерийских орудий. Мелкие элементы разлетелись веером, травмируя знаменитую татарскую конницу. Враг понес огромные потери и бежал не просто из Рязани, а обратно в Крым. В честь героической обороны на месте башни вскоре построили колокольню. История о Рязани богата и уникальна. Однако один факт все же не дает Андрею из Нижнего Новгорода покоя. Добрыня Никитич, оказывается, он родом с Рязани. Это второй по значимости богатырь Руси. Нет ему памятника. У вас есть прекрасный архитектор. Я обращаюсь к нему. Пора задуматься над этой темой. По легендам, еще сохранившимся в Рязанской глубинке, родился Добрыня Никитич в Шилово. И там несколько лет назад ему построили памятник. Однако широкой известности данный факт не получил. А это значит, что еще осталось пространство для творчества и создания новых туристических маршрутов в Рязанской области. А субботним вечером рязанцев ждал еще один сюрприз. Концерт Александра Маршала. На нем побывал наш корреспондент Роман Дворецков. Этот день города запомнится рязанцам большим количеством приглашенных звезд российской эстрады. 29 июля на Площади Победы выступил музыкант Александр Маршал. Он поздравил Рязань с днем рождения, а также с предстоящим днем ВДВ. Сказать огромное им спасибо за их службу. Мы вправе гордиться нашими ВДВ. Мы с вами. Мы вас любим. И до храни вас, господи. Праздничный концерт выдался жарким, как и предшествующий ему день. Рязанцы смогли услышать любимые песни исполнителя. Стоит отметить, что на Площади Победы собрались люди всех возрастов. Концерт оставил бурю эмоций как у горожан, так и у гостей города. Как вам сегодняшний концерт и мероприятие в честь города? Замечательный концерт. Мы первый раз в Рязани на таком концерте. Впечатление. Ну, приятно, что в такой момент собирается весь город, чувствуется единство города. Мы как бы приобщаемся к единой культуре, вспоминаем наши корни, историю. Приятно. Такие праздники надо устраивать, я считаю. Настоящий семейный праздник. Здорово. Во-первых, помимо вот этой музыкальной части, еще идет словесная, которая до глубины души трогает. Мы на одной волне. В этот день на площади перед культурным центром собралось около трех тысяч рязанцев, пришедших увидеть выступление советского и российского рок-музыканта. И этот концерт рязанцы еще не скоро забудут. В воскресенье рязанцев также ждала масса сюрпризов. О самых ярких моментах заключительного дня празднования расскажет Алена Куколева. В воскресенье на танцплощадке в Центральном парке культуры и отдыха прошел фестиваль дворовой песни «Беседка». Ставшее уже традиционным, это мероприятие впервые прошло под открытым небом. Весь вечер музыкальная группа «Горпарк» и «Парнас» радовали рязанцев известными хитами 70-х и 80-х годов. А я повторяю вновь и вновь, не умирай, любовь, не умирай, любовь. Необычный формат любимого фестиваля собрал много гостей. Правда, как отметил ведущий, танцуют рязанцы только когда темнеет. В этом мире абсолютно ничего не меняется. Когда мне было 16-17 лет, я стал ходить на танцы, я очень хорошо помню. Здесь танцы начинались в 7 часов вечера и заканчивались в 10. В июне месяце темного времени было буквально 15-20 минут. И 2 часа. Вся публика стояла по периметру, заплатив за билеты причем. Столько же стояло. За периметром там тусовались. Про твишок пили, курили. И вот когда только опускались первые сумерки, и пусть оставалось всего полчаса для окончания танцев, выходила первая девушка, несла перед собой сумку, ставила ее и начинала энергично двигаться. Потом к ней подходила вторая. И в течение одной песни вся танцплощадка начинала двигаться. Танцевали все. Зачем нужно было покупать билет и 2 часа сидеть около стеночки, мне непонятно. Я думал, менталитет изменился. Но вы все-таки люди того поколения, я смотрю, мы привыкли с самого детства. Мы не танцуем, пока на улице светло. В следующем году фестиваль «Беседка» войдет в программу праздничных мероприятий ко дню города. Что неудивительно, поклонников у знаменитой дворовой песни всегда много. Мы выбрали площадку «Танцевальную веранду ЦПКО» по той простой причине, что здесь всегда играли вокально-инструментальные ансамбли. И у нас сегодня такой пробный шар, но судя по тому, что публики много, несмотря на то, что погода нас подвела, конечно, уже на будущий год мы, наверное, уже будем делать иначе. И мы уже будем просто полностью повторять ту беседку, которая была во Дворце молодежи, ее летний вариант, но само собой с большим упором в танцевальную музыку, чтобы люди двигались. Завершился третий день празднования Дня города большим концертом на Площади Победы. Известные музыканты исполнили свои хиты, публика, среди которой было много молодых людей, подпевали и танцевали прямо на улице. В 10 часов вечера рязанцы устремили взгляд в небо. Оно сияло яркими вспышками красок большого фейерверка в честь 922 Дня рождения любимого города. Световое шоу продлилось более пяти минут. Подарок ко дню города сделали рязанские дизайнеры. Больше девяти месяцев они трудились над разработкой бренда Рязани. Единую концепцию, которая должна объединить всех – бизнес-сообщество, туристов, горожан – представили в пятницу. 28 июля в библиотеке имени Горького прошла презентация нового бренда областного центра. Главный элемент концепции – логотип – вызвал массу нареканий в обществе, в том числе у профессиональных художников и дизайнеров. Разработкой проекта занималась инициативная команда маргетологов и дизайнеров. В рамках компании «Рязань делает свой бренд». Было организовано масштабное исследование, проведена серия фокус-групп и открытых обсуждений, как в Рязани, так и в Москве. Тем не менее, после пятничной презентации бренда, предложенного городу, возникли споры, которые не утихали все выходные и вылились в горячую дискуссию. В социальных сетях запустили голосование. Несколько тысяч человек проголосовали против и еще сотни оставили неодобрительные, а где-то и весьма жесткие комментарии. Нарекание вызвал сам логотип в виде буквы «Р». Карикатуры, пародии и даже использование похожего символа в логотипе норвежского телеканала и испанского крема. Интернет в эти дни буквально взорвался. Обсуждение бренда «Рязани» вошло в топ новостей и оставило на вторых ролях празднование Дня города и завершение регистрации еще трех кандидатов в губернаторы. Двусмысленное творение так охарактеризовали итог работы молодых дизайнеров и брендмейкеров. Прокомментировал напор негативных комментариев и в Рио главы региона Николай Любимов, который присутствовал на презентации. Кто-то видит в этом уровне человеческого тела определенный. Ну, наверное, тоже хорошо помогать, чтобы получать. По словам же разработчиков, судить логотип, не ознакомившись с самой разработкой бренда – это вырывать фразу из контекста. Сам же символ должен иллюстрировать название города и вызывать ассоциации именно с Рязанью. Он не должен подходить к чему-то одному, он должен быть инструментом города, а уже весь контент окажется в нем. Также и про логотип мы говорим, что его метафор – это капсула, то есть в нее мы помещаем смыслы. То есть сейчас эта капсула – это капсула для обсуждения, потому что бренд еще не запущен. Брендинг – это процесс. И когда процесс пойдет, если мы будем в него верить и будем внедрять все поэтапно, то постепенно эта капсула будет наполняться смыслом. Будет уходить негатив, какие-то мемы смешные останутся, позитивные. Но новые смыслы будут приобретаться, как происходит с любым новым брендом. Наверное, мысль о том, что что-то уже сейчас готовое и можно использовать, она как раз складывается из-за этого неверного понимания того, что речь про картинку, которую надо везде вставить и напечатать. Так, конечно, можно сделать, но это будет не про брендинг и к результатам не совсем правильно, как мы с вами видим и понимаем, приведет. Кстати, прочитать идеи и принципы концепции можно в интернете. В воскресенье появился официальный бренд-бук-компания. Разработчики предлагают его открыто обсуждать. Появится ли у Рязани свой собственный бренд, который примут и поймут и горожане, и бизнес, и туристы, и каким он все же будет, пока неизвестно. На волне активных обсуждений еще один рязанский дизайнер представил свое видение рязанского логотипа со слоганом «Рязань, моя красавица», в изображении которого он соединил купола Успенского собора и образ сердца. Таким образом, мнение оказалось много и весьма разных, а то, что событие не оставило равнодушным почти никого, подтвердило еще раз, что Рязань ее жители любят, ценят и в обиду, если что, не дадут. К другим темам. В воскресенье 30 июля обл. избирком зарегистрировал еще трех человек для участия в выборах губернатора Рязанской области. Удостоверение кандидата получил представитель партии «Справедливая Россия» Сергей Пупков. В выборах главы региона примут участие Владимир Федоткин, представляющий КПРФ, и кандидат от ЛДПР Александр Шерин. Они также получили удостоверение. Каждый из них представил областной избирательной комиссии 228 подписей в поддержку своих кандидатур. Таким образом, в бюллетенях будет 5 фамилий. Ранее регистрацию прошли Николай Любимов от «Единой России» и Александра Перехватова от партии «Роста». В понедельник утром 31 июля на Куйбышевском шоссе легковушка попала в провалившийся асфальт. Об этом сообщили пользователи группы «Дороги Рязани». На место происшествия выехал наш корреспондент Роман Дворецков. Количество ян на дорогах нашего города хоть и сокращается, но все еще доставляет неудобства автомобилистам. Еще свеж в памяти недавний провал на улице Кремлевский вал. Утром на Куйбышевском шоссе автомобиль застрял в яме, которую скрывала лужа. На выручку водителя и его железному коню подоспели неравнодушные рязанцы. Я стоял вообще автобус, стоял, ждал, обратил внимание, что машина упала в яму. И решил помочь, подошел, предложил свою помощь. Мы ее начали вытаскивать. Где-то минут, наверное, 20-30 мы тут вокруг нее ходили, думали, как это все сделать. Потому что яма достаточно глубокая, сантиметров, наверное, 30. Пока опасный участок дороги оградили, будем надеяться, что яму в скором времени устранят, и этот участок дороги станет безопасным. Давно известно, что люди поднимают себе настроение разными способами, иногда совсем необычными. На этот раз в Касимовском районе Рязанской области состоялись гусиные бега. Двигаться к победе пернатам помогали их хозяева. Ролик же с забегами был выложен в интернет, приковав внимание рязанцев. Солнечный день в городе Гусь железный Касимовского района собрал массу зрителей на те мероприятия, которые были организованы в рамках праздника «Гусевские забавы». Главной изюминкой стали гусиные бега, которые прошли уже во второй раз. Гуси бежали не поодиночке, их подгоняли веточками наставники. Суть забега заключалась в том, чтобы первыми добежать до финиша. Конечно, зрелище незабываемое, и забеги подарили собравшимся гостям и участникам спринта массу положительных эмоций. Так что остальные рязанцы вполне могут взять пример с организаторов и устраивать необычные соревнования в других районах области. Таким мы видели этот день мои коллеги. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Ну а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? А где живешь ты?